Уже после матча Ажиганова обменяли в локомотив на тебя? Да нет, вроде не было такого. Уже в Питер вроде, да? Уехал. Ну, все увидели, как ты забиваешь. Ну, мне никто, по крайней мере, ничего еще не говорил. Привет! Рушан Рафиков за один матч забросил больше шайб в два раза, чем Валерий Нечушкин за 85. Да, у Валерия новый юбилей. И хотя его команда победила 9-4, Нечушкин отказался забивать. Почему? Пожалел соперника. Он все-таки прежде всего гуманист, а не форвард. Сборная России с поражения начала эру Алексея Кудашова в сборной. Наша команда уступила финам 3-4. Но ругать хоккеистов мы будем, когда посмотрим три матча. Формально Алексей Кудашов провел первый матч на посту главного тренера российской сборной, но неофициально это не так. Ситуация к первой игре у него была тяжелая. В команду приглашены не все лучшие из КХЛ. Состав был настолько экспериментальный, что не удалось даже взять ни одной клубной связки. А до игры с Финляндией получилось провести только одну тренировку. За это время нельзя научиться играть системно. С другой стороны вышла сборная, где было больше десятка чемпионов мира. Я не оправдываю неудачу, но сразу предупреждал, что на этом турнире не важен результат в силу обстоятельств. Тут нужно смотреть на конкретных хоккеистов, которые выходят на международный уровень. Мы увидели, что Кирилл Семенов из авангарда, как и в клубе, наглый и настырный. И единственное, что у него не получилось, так это забить. Рушан Рафиков вырастает в приличного защитника с большим атакующим потенциалом. Довольно неплохо смотрелся Антон Бурдасов. Остальные, к сожалению, не сумели переключиться на уровень, когда не прощают любую ошибку. Но ругать кого-то можно только после окончания турнира. Из плюсов отметим, что играть строго в обороне мы умеем. Да и контратаки у нас получались довольно резкие. К матчу со Швецией тренер обещает что-то поменять. Нахватали ненужные удаления, очень легкие совсем. И однозначно надо улучшить игру в неравных составах. Следующий момент – это реализация. Реализация, потому что создали достаточное количество моментов, чтобы выигрывать игру. Надо реализовать. А так по игре, в принципе, молодые ребята старались. Много позитивных моментов было. Но вот эти моменты не смогли. Волнение от удаления? Ну, естественно, есть дебютанты у нас, кто немножко волновался. Ну, в общем, как я и сказал, игрополный момент. Наверное, проблема большая, что не тренировались, да? Ну, естественно, команда, можно сказать, с листа сразу играла. Поэтому собрались, провели одну тренировку короткую сразу на игре. Два гола, пястанин, но все-таки больше отскоки пощаровывали, то, что на пятаке не… Вы знаете, здесь комплекс. Здесь надо ходить все вместе, потому что и так не до конца доиграли. И бросить, и отскок не туда был. Поэтому эти моменты, которые, ну, они тренируются, и не было возможности готовить и как следует. Ну, проблему знаем, мы постараемся исправить. Будем что-то менять, звеньки и такие остальные? Да, я думаю, будем менять. Сейчас проанализируем, посмотрим, у нас еще есть ряд игроков, которые расширены. Беда с молодежной сборной России. Команда Валерия Брагина уступила Лиге Онтарио 1-4. Кажется, что у нашего тренера нет никаких аргументов, а его чекерский стиль все раскусили. Новости Канады. Крейг Мактавиш дал откровенное интервью местным журналистам, в котором подтвердил все наши худшие опасения по поводу президента Юрия Яковлева. А Никита Гусев забил, но… Героем дня стал Александр Овечкин, который отомстил за то, что Сергей Бобровский стал получать больше него. Форвард Вашингтона отметился дублем, а его команда победила. Отметим тех, о ком мы говорим редко. Илья Любушкин набрал первый балл в сезоне на его счету передачи. Правда, Илья хотел забить сам и не помогать партнеру. Шайба Никиты Гусева не помогла Дэвилс. Тренер уже во время матча стал делать выводы, дав лишь 12 минут игрового времени россиянину, а 4 минуты штрафа явно Никите не помогут. Травму получил Никита Задоров. Его ударили в лицо клюшкой и середина второго периода он не появлялся на площадке. Продолжается кризис Кингс. Команда даже проиграла Оттави, за которую отметился Анисимов. Прохоркин по-прежнему на трибунах. Порадуемся за будущего президента Панарина и его друга Бучневича. Они разорвали Каролину. Ну и Илья Михеев получил минус в игре против Фегаса, но он не виноват. Илья Ковальчук не может поразить ворота соперника восьмой матч подряд. Но вопросу не к нему, а к тренеру по развитию. Расслабился мужик. И последнее. В КХЛ состоялся довольно странный обмен. Дамир Мусин, Вячеслав Лещенко. Игроки поменяли клубы, где тренеры проповедуют одинаковый стиль. И лучшим быть не должно. На этом я прощаюсь с вами и призываю ни на кого не лить грязь. До свидания. Почему твой друг Бессонет у нас грязь льет? Да, он не грет. Просто хайпит на этом. А люди, которые к нему приходят, просто глупцы. Как сказал, по-моему, Назаров, я читал, они здесь об этом не говорили никто. Здесь им все нравилось. Оттуда приезжают и начинают поливать грязью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok